Статистика показывает, в Азербайджане только за последние две недели количество заражений возросло в два раза, превысило отметку в 45 тысяч человек. Такими темпами к первой половине декабря показатель этот составит 90 тысяч. Это же приведет к большой нагрузке на систему здравоохранения страны, ведь при таком раскладе событий ежедневный прирост заболевших будет в 5, а то и 6 тысяч. При массовых скоплениях, говоря научным языком, кластерах, 20% людей несут ответственность за то, чтобы не заразить оставшиеся 80. Поэтому забывать о растущей статистике COVID-19 нельзя. Причина столь высокого роста заболеваемости кроется в несоблюдении людьми мер предосторожности. На текущий момент ситуация тяжелая во всем мире. В Германии, по словам доктора медицинских наук Нурана Абдулаева, есть угрозы чрезмерной нагрузки на реанимации. Ограничения там продлили вплоть до января. Азербайджан же располагает необходимым коечным фондом. Медперсонала для лечения 40 тысяч пациентов также вполне достаточно. Однако граждане не должны понимать, что ресурсы могут иссякнуть. Кроме массовых собраний, дело тут в безответственном подходе граждан. Люди относятся несерьезно к этому вирусу, считают, что не могут стать потенциальной жертвой COVID-19. Ограничения вводятся неспроста. К примеру, поминки. Если 200 человек за час приходят на поминки, то это только больше активизирует распространение коронавируса, нежели каждый час по 50 человек. Соблюдать меры безопасности важно, ведь при сохранении нынешней динамики заболеваемости не исключено, что на улицу выходить можно будет лишь по СМС-разрешению.